В аэропорт Симферополя прибыли международные наблюдатели, которые будут присутствовать при проведении референдума в воскресенье. Вот только выбирала и приглашала их исключительно российская сторона, а также пророссийские чиновники в Крыму. Этим и объясняется их позиция и оценка ситуации. «Я думаю, что этот референдум легитимен. Он проводится законным путём, говорит этот болгарский журналист. А этот мужчина прибыл из Хельсинки». «Западные политические деятели не могут понять то, что происходит». Запад до последнего пытался предотвратить дальнейшую эскалацию конфликтов в Крыму. В пятницу госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров более пяти часов обсуждали пути выхода из кризиса. Безуспешно. После переговоров Керри заявил о намерении ввести дальнейшие санкции. «Я передал господину Лаврову слова президента Обам. Если Россия не изменит свой курс, то это будет иметь для неё серьёзные последствия». Судя по всему, Россия менять свой курс не собирается. Российские государственные телеканалы транслируют эти кадры. Пророссийские власти Крыма заблокировали некоторые дороги, ведущие к полуострову. На других дорогах организованы блокпосты. Здесь строго проверяют всех, кто находится на пути в Крым. Якобы из страха перед националистами. Момент истины. Так гласит заголовок на первой полосе этой газеты. Хотя результат голосования известен заранее. Так или иначе, за принадлежность Крыма к Украине избиратели проголосовать не смогут. По той причине, что такой вариант в бюллетенях просто не предусмотрен. ... Два. ... Продолжение следует...